Сократился срок устранения реестровой ошибки. Юлия Николаевна, что это такое и какие изменения произошли? С 1 февраля срок исправления реестровой ошибки изменен, сокращен и составит 1 месяц с момента направления правообладателю решения об исправлении реестровой ошибки. Изменения связаны с вступлением в силу отдельных положений федерального закона номер 438 о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 4 августа 2023 года. Что же такое реестровая ошибка? Это наличие в отношении объекта недвижимости недостоверных сведений, отраженных в ЕГРН. Простыми словами, это когда ошибка была перенесена из документов, ранее представленных заинтересованными лицами. Чаще всего такие ошибки случаются из-за погрешностей, допущенных лицом, проводившим кадастровые работы, или из-за наличия ошибок в документах, которые были предоставлены в Росреестр. Наиболее частой реестровой ошибкой является ошибка в определении координат характерных точек границ земельного участка. Для исправления реестровых ошибок используются сведения, которые уже содержатся в ЕГРН, имеющиеся картографический материал, а также результаты геодезических измерений. В 2024 году планируется исправить порядка 10,5 тысяч реестровых ошибок на территории Новосибирской области. Есть ли способ минимизировать реестровые ошибки? Если у вас площадь земельного участка декларированная, если по сведениям публичной кадастровой карты вы не видите свой земельный участок на публичной кадастровой карте, конечно, лучше обратиться к любому кадастровому инженеру и уточнить границы на местности, чтобы исключить все риски, которые могут последовать, если границы ваши не закреплены, не уточнены. Сможет ли Росреестр теперь вносить изменения в документы о границах населенных пунктов и территориальных зон? С 1 февраля текущего года 438-й федеральный закон разрешает устанавливать границы населенных пунктов и территориальных зон, даже если они пересекаются с земельными участками. Это значит, что Росреестр сможет вносить сведения в ЕГРН о границах населенных пунктов и территориальных зон, при их пересечении с границами земельных участков, если их наложение составляет более 50% площади. У муниципалитетов появилось право устанавливать местоположение границ населенных пунктов, пересекающихся с частными землями. Кроме того, местные власти теперь не обязаны проводить публичные обсуждения и слушания при внесении изменений в документы территориального планирования. Для местных властей это означает упрощение порядка внесения изменений, что в лучшую сторону отразится на сроках и количестве документации. Какие меры к нарушителям применяются в условиях моратория на проверки? Мораторий на осуществление контрольно-надзорной деятельности означает, что проверки могут проводиться только в особых случаях, когда причинен или есть риск причинения вреда или ущерба, а также по поручениям президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, либо по требованиям органов прокуратуры. Таким образом, эскитимским отделом проверки проводятся только в отдельных случаях с обязательным согласованием с органами прокуратуры. Поэтому сейчас преимущественно проводятся не проверки, а профилактические визиты, в рамках которых государственным инспекторам дается необходимое разъяснение правообладателям и предупреждают об необходимости соблюдения земельного законодательства.